Здравствуйте! В эфире телеканал ACBC, передача Актуальность сегодня. Армению, похоже, накрывает очередная волна политического кризиса и полной неопределенности. На этот раз центром политических разборок стал Конституционный суд Армении. Дело в том, что на протяжении долгого времени нынешние власти Армении тщетно пытаются поменять состав Конституционного суда, который должен стать более лояльным. Но, похоже, потеряв всякое терпение, власти решили идти на пролом. Правда, политическим оппонентам нынешних властей Армении предпринятые шаги показались откровенно грубыми и противоречащими Конституции. О том, как будут развиваться события вокруг Конституционного кризиса в Армении, мы обсудим с гостем нашей передачи, политологом-профессором Западно-Каспийского университета Фикератом Садыховым. Фикерат Малим, здравствуйте! Как слышите нас? Здравствуйте! Хорошо, слышу хорошо. Я буквально очень коротко объясню, в чем идея. После того, как нынешние власти Никола Пашиняна в 2018 году пришли во власть, они не смогли договориться с Конституционным судом и решили его состав поменять. Но Конституционный суд сам уходить не захотел. В итоге на весну 2020 года был назначен целый референдум, который должен был решить этот вопрос народным волеизъявлением. Но пандемия и общая ситуация, и власти Армении референдум провести не смогли, но от идеи своей не отказались. И вот сейчас парламент Армении принял решение, согласно которому подавляющее большинство членов Конституционного суда просто уходят. Опять же говорю, решение парламента Армении по этому вопросу есть люди, которые их не устраивают. Это оппоненты нынешних властей. Они считают, что решение антиконституционное. Но они называют членов Конституционного суда судьями прежнего режима. Вот такую формулировку используют. И говорят, что если прежняя власть ушла, они тоже должны уйти. Я просто хотел бы первично узнать ваше мнение. Дело в том, что они говорят о том, что это узурпация власти. Как вы считаете, насколько эта фраза здесь приемлема? И насколько искренне нынешние власти Армении в своем стремлении обновить, как они говорят, в своем стремлении, скажем так, соблюдать законность? Прошло два года после смены власти в Армении и после прихода к власти нынешней Пашиняновской команды. Мы знаем хорошо о том, какими лозунгами, какими идеями пришла эта команда к власти. Где справедливости, верховенство, право, демократизация общества. Но по сей день внутри команды нет согласия. Страну трясет. Нет внутриполитической стабильности. И главный сегодня объект, главная цель для Пашиняна и его команды – это конституционный суд. Он расправился со всеми практически. То есть он убрал своих соперников, многих посадил, на некоторых завел уголовные дела. Другие ждут, когда на них заведут эти дела. От него отвернулись уже даже сторонники. Члены правительства уходят. И один из последних – это руководитель службы национальной безопасности, который создал свою партию. Конституционный суд Армении – это последний важный орган, который как бы сохранял свою независимость от команды Пашиняна. Он пытался, основываясь, возможно, на каких-то своих тоже собственных интересах, но противостоять Пашиняновским указам и сдерживать его попытки узурпации, окончательной узурпации власти. Ну, в принципе, вообще-то вот эта внутриполитическая ситуация, она накалилась еще и на фоне критической ситуации, которая создалась по части борьбы с коронавирусом, с распространением COVID-19. Пашиняна стали обвинять в том, что он не справляется с ситуацией, что он не контролирует положение в стране, что он не делает необходимых шагов для защиты своих граждан, как это происходит в ряде других государств. И суды, которые оправдали некоторых его противников и сторонников, бывших сторонников, конечно же, это заноза в его политическом новом формате, с которым он должен обязательно расправиться, устранить и выдвинуть в этот Конституционный суд своих сторонников. И еще один момент. Я хотел бы упомянуть еще и о деле Кочаряна. Это дело тоже послужило отправной точкой для окончательного решения Пашиняна расправиться с Конституционным судом. Мы же помним, что Кочаряна практически дважды уже освобождали из-под стражи. Дважды. Сейчас его освободили в третий раз под большой залог. И, по сути, это, конечно же, дело рук судей, адвокатов и мощных финансовых структур, которые заплатили за него определенную сумму в качестве залога. Но дело даже не в этом. Дело в том, что суд над Кочаряном, дело, которое заведено на второго президента Армении, оно так и не получило своего завершения. Даже несмотря на то, что прошло уже практически два года. И вот все это послужило поводом для начала преследования судей Конституционного суда во главе с его председателем, который, по сути, стал личным врагом Пашиняна. А сами суды, они потеряли практически свою независимость. Вы же помните, когда было очередное заседание суда по делу Кочаряна, призыв Пашиняна собраться людям у дверей судов и блокировать эти двери. Я очень интересно. Фактически это был призыв лишить граждан Армении правосудия как такового. Когда судов нету, когда их закрывают, то где они будут искать правосудие? Решение на самом деле было очень странное и вызвало соответствующую реакцию и в Европе. Да, и как мы уже сказали, это фактически суды. Это был один последний важный орган, который сохранил свою относительную независимость. Потому что на уровне исполнительной власти он со всеми расправился. От него отвернулись сторонники. И вот с этим судом он должен был что-то делать. Вы немножко коснулись этого момента, но я хотел бы буквально одним вопросом обратиться к вам по этому поводу. Да, действительно, там местные СМИ, люди, общественные деятели, они говорят, что Конституционный суд, по сути, был последним тем органом, который хоть как-то высказывал иное мнение, которое отличалось от мнения нынешних властей. Нынешние же власти, понимаете, они на протяжении долгого времени, вот этих двух лет, они не скрывают, что они полагают, они считают, что Конституционный суд в стране должен был абсолютно быть лояльным нынешней власти. То есть, откровенно, это карманный суд получается такой. Вообще вот эта идея, что Конституционный суд должен быть лоялен руководству страны, она вообще как вписывается? По каким демократическим канонам? Это вообще идея сама по себе, а она о чем говорит? Это говорит о попытке Пашиняна узурпировать власть. Это говорит о том, о его попытке подчинить себе все ветви власти, исполнительную, правовую и другую, значит, органы средств массовой информации. Кстати, на некоторых журналистов тоже заведены уголовные дела. Это, кстати, по поводу подчинения всех и узурпации в одних руках всей власти в Армении. Это говорит о том, что за два года проблемы, вопросы, которые были на повестке дня и с которыми обещал бороться Пашинян, не решены. Не решена ни одна проблема. Были какие-то фрагментарные попытки сделать какие-то шаги в сфере социально-экономического направления, но это были жалкие потуги, которые не могли дать никаких результатов, потому что все заканчивалось какими-то правадами Пашиняна по поводу будущего, по поводу того, что когда-то в будущем Армения, если вы помните, он выступил даже с такой программой, что Армения через много лет станет ведущим государством, там будут работать передовые высокие технологические компании. И даже в спорте он обещал сделать Армению чемпионом Европы, чемпионом чуть ли не мира. Откровенно нездоровая такая программа была. Там 20-я армия в мире армянская должна стоять. Такое ощущение, что люди вообще не понимают, где находятся и в какой стране находятся. Плод воспаленного воображения. И, конечно же, такими планами сделать что-то и попытаться выправить ситуацию невозможно. Естественно, что против него стали выступать уже не только противники режима, не только сторонники прежнего саркисяновского плана, но и его бывшие товарищи по так называемой революционной борьбе. Они стали покидать правительство, они стали создавать свои политические структуры, партии. Вопросы не решен ни один вопрос. Пашинян не в состоянии. Его команда не в состоянии решить эти проблемы, эти вопросы. Поэтому, я думаю, что попытка узурпации, монополизации этой власти, она нужна Пашиняну для того, чтобы вообще не слышать никаких критических высказываний в свой адрес, в адрес власти. То есть, чтобы никто ему не перечил, да, я так понимаю. Петер, я еще одного такого момента хочу коснуться реакции, международной реакции, например. Вот в разговоре мы вспомнили о том, что он в свое время призвал блокировать все входы в суды Армении и так далее. Тогда мы видели, в принципе, очень удивительную реакцию Совета Европы, в том числе, которые откровенно были удивлены, что в данном случае происходит в Армении. Я хотел бы узнать, какой может быть реакция на все это. Например, Венецианская комиссия, которая, в принципе, подготовила рекомендации по конституционной реформе в Армении, она 22 числа представила эти свои комментарии. Но в тот же день парламент Армении, даже несмотря на то, что там написал Конституционный суд, они там сделали то, что считали правильным. Потому что Венецианская комиссия просила власти Армении взять какой-то промежуточный период, то есть не делать это топорно, пошагово обсуждать и так далее. И Венецианская комиссия, ну им ничего не остается, они просто говорят о сожалении по тому, что сделали власти в Армении, решению парламента Армении. Вот вы считаете, как международное сообщество, оно как будет реагировать? То есть это будет действительно объективная реакция на то, что происходит в Армении? Или же это опять будет списано на тормозах? Нет никакой объективной реакции. И два органа, это Венецианская комиссия, о которой вы упомянули, она призвала к сдержанности, к согласию, придерживаться принципов справедливости, правовой оценки происходящим политическим событиям. И то же самое сделала парламентская ассамблея Совета Европы. Они тоже призвали к какой-то сдержанности. Мы все эти разглагольствования, пустопорожные вот этих международных структур слышим уже давно, потому что мы сталкиваемся со всем этим на протяжении очень многих лет. И сейчас мы услышали практически то же самое. То есть та же самая Венецианская комиссия, которая всегда считала себя очень принципиальной, справедливой, достаточно объективным органом, вместо того, чтобы осудить попытки узурпации власти, она занимается, значит, вот такими, какими-то пустопорожними заявлениями. Я не думаю, что это может повлиять на попытки Пашиняна расправиться с Конституционным судом. Это никак не повлияет на его попытки, на его откровенное стремление узурпировать власть в Армении и контролировать всю ситуацию. Я упомянул уже по поводу повода, который послужил такому обострению ситуации. Это уголовное дело против бывшего президента Роберта Качаряна. Мы знаем, что сейчас его выпустили под залог. Кстати, очень внушительная сумма. 4 миллиона долларов. Я не знаю... Фикар Анатольев, я очень здесь. У меня есть отдельный вопрос по этому поводу, по поводу этого залога, по поводу того, что он вышел на свободу. Отдельный вопрос. Но я хотел бы подытожить ту часть разговора, которую мы сейчас вели. Смотрите, с одной стороны, топорно парламент Армении принимает решение, когда фактически состав Конституционного суда не отправляют в отставку. Наверняка будут набираться новые судьи. Сам Конституционный суд удивлен. Председатель Конституционного суда явно подавлен. По его комментариям, когда читаете, он говорит, что ему стыдно за то, что происходит в парламенте Армении. Но явно бессилен, но ничего не может сделать. И они топорно давят свою позицию, правящая партия и так далее. То есть состав они Конституционного суда поменяют. С другой стороны, есть власть Николы Пашинёны, которая утверждает, что она пришла к власти на народной поддержке. Армяне сотнями тысяч вышли в Ереване на улицу по всей Армении. Они хотели перемен, они поддержали его и так далее. Зачем, с одной стороны, вот такая топорная попытка узурпации власти, пока попытка. А с другой стороны, говорить о том, что сотни тысяч, миллионы армян его поддерживают. Если поддерживают, то зачем этот Конституционный суд? Даже его пытаются поломать, хотя это фактически единственный орган, который высказывает более-менее иное мнение, чем нынешние власти. Как это стыкуется вообще? Ну, скажем откровенно, там Конституционный суд действительно состоит из многих приверженцев прежнего режима. Это, очевидно, реальная ситуация такова. Но никто не позволит и никто не должен позволять никакой власти вот так откровенно, грубо расправляться с высшим правовым органом страны. Пашинян случайный человек в политике. А тем более в юриспруденции. Естественно, он руководствуется своими собственными личными амбициями, политическими интересами, а не правовыми. Ему необходимо устранить самый последний, достаточно значимый орган, который еще продолжает сопротивляться некоторым его необдуманным и совершенно безосновательным решениям. Не основанным ни на законе, ни на праве. И поэтому ему необходимо устранить этот орган для того, чтобы, во-первых, расставить там своих людей, своих сторонников. Во-вторых, завершить уголовные дела тех, на кого они заведены в течение этих двух лет. Потому что это сейчас Конституционный суд превратился в орган, который мешает ему в этих вопросах, который пытается возражать ему. А вот эти два года показали, что Пашинян не терпит возражений. Пашинян — это человек, близкий к авторитарности управления государством. На самом деле, действительно, вы правы в том, что в высшей степени нетерпимость к какому-то иному мнению властей Армении. То есть, если кто-то высказывает какое-то другое отличное мнение, даже, скажем так, не действует что-то вопреки, не проводит массовые акции, не пытается там прорваться к власти, а просто высказывает свое мнение, особое мнение. К крайней степени нетерпимость власти демонстрируют. Я бы хотел коснуться одного момента. Вы сказали, что действительно, члены Конституционного суда, чтобы там не было, они были расставлены туда прежней властью. И здесь, как говорится, их называют судьями прежней власти, нынешнее руководство Армении. Вот с учетом того, что, понимаете, на протяжении этих двух лет проскальзывает эта информация, проскальзывает этот момент, что Пашинян борется с Карабахским кланом, имеется в виду Серж Саркисян, Роберт Кочарян и определенные другие группировки. Вот можно ли воспринимать вот эту тотальную войну с Конституционным судом, просто топорную желание подавить его полностью, как продолжение той войны с Карабахским кланом? В определенной степени да, в определенной степени можно, потому что это как раз те самые судьи, которые в правовом поле не дают зайти Пашиняну слишком далеко в направлении полной узурпации власти, в установлении авторитарного режима. Понятно, что они руководствуются, наверное, далеко тоже не демократическими идеями и не заботой о правовом решении вопроса. Речь идет просто о защите своих интересов и интересов своих сторонников. Это как раз то, что раздражает Пашинян. Но Пашинян, если уж он хочет избавиться от высшего правового органа своей страны, он должен действовать правовыми методами. Он пытается это делать откровенно, такими наскоками, которые не соответствуют ни конституционным нормам, ни принципам права, ни создавшейся реальной ситуации вообще в целом в Армении. Они только эти шаги, эти действия должны полностью, по мнению Пашиняна, отвечать интересам правительства, его своим собственным интересам, интересам тех шагов, которые он принимает, предпринимает. А шаги эти, они фактически обречены на провал. Они не способствуют названиям даже тех партий, которые сейчас представлены в парламенте. Процветанию Армении, просвещенности Армении. Эти шаги направлены, нацелены только лишь на укрепление режима личной власти. Я хотел бы просто перейти на некоторые другие темы, просто эфирное время у нас ограничено. Вот смотрите, нас в принципе в Азербайджане мало интересует внутриполитическая жизнь в Армении. Там что-то они грызутся, кто-то кого-то пытается свалить. Могут сами самостоятельно разбираться, это, в конце концов, их судьба. Но мы прекрасно понимаем, что философия, структура власти в Армении в итоге приводит нас к тому, с кем мы переговоримся на переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. И только с этой точки зрения нас как-то вызывает у нас интерес то, что происходит в политической жизни Армении. Ну вот борется Никол Пашинян с Карабахским кланом. Ну вот пытается задавить Конституционный суд. Ну допустим, все это у него получается. Как вы считаете, вот понимаете, не с точки зрения того, что было в 2018 году, но мы, скажем, я бы сказал, даже чуть лучше узнали Николу Пашиняна, его манеру власти, что он делает и так далее к 2020 году. Как вы считаете, вот вся эта борьба, ну допустим, он задавит их, она как-то вот проецируется на переговорный процесс? Мы увидим что-то такое, да? Потому что говорят, что типа якобы ему не дают там принять какие-то решения Карабахский клан, с которым он борется. Опять же говорю, ну задавит он и Конституционный суд Армении, да? Стоит ли надеяться на это? Или, скажем, его заявление последнего года, я бы даже сказал, последние полгода, в принципе, лишает нас надежды на то, что вообще человек готов конструктивно что-то говорить. Он пытается, ну немножко резкое выражение, переплюнуть даже предыдущие власти, как минимум в риторике. Да, конечно. Сэнон, тут дело не в том, что даже волнуют нас события внутриполитические в Армении или нет. Они, конечно, нас не должны волновать. Но интересовать нас они должны, несомненно. Мы должны знать, что происходит в этой стране, и должны быть готовыми к любому повороту событий. Что касается, так сказать, конфликта, что касается урегулирования Нагорокарабахской проблемы. Пашинян обнадежил очень многих своих соотечественников. Когда он выступал на митингах, на площадях, улицах, он говорил о том, что он знает пути решения этой проблемы. Он может ее решить. Он сделает все необходимое, чтобы граждане, молодые граждане Армении не погибали в результате этого конфликта. Он все делает сегодня полностью наоборот. Он полностью противоречит тому, что он говорил. И я вам скажу, если в первый момент казалось, что он просто не знаком с вопросами, связанными вообще с тем, что предлагалось до сих пор, предложениями Минской группы, и вообще что происходило в рамках мадридских принципов, казанских принципов, то сейчас у меня складывается впечатление, что он их достаточно хорошо изучил. И он делает все необходимое, чтобы отказаться от всего того, что было достигнуто хотя бы на политико-дипломатическом уровне. То есть мадридские принципы – это первый этап освобождения захваченных азербайджанских территорий, потом продолжение переговоров, возвращение беженцев и так далее. Он полностью ушел от всего этого. Он занимается разглагольствованием совершенно другого типа по поводу того, что так называемый народ Нагорного Карабаха, которого не существует, должен участвовать в качестве третьей стороны в переговорном процессе, в переговорном формате. Но этого быть не может, потому что народа такого нет, есть население, состоящее из азербайджанцев и армян. То есть есть община, двуобщинная такая? Да, и в этом вопросе мы должны слышать мнение обеих общин. И они, если уж наступит такой этап переговорного процесса, они должны участвовать наравне, на основе тех принципов, которые уже были разработаны, и полностью быть равноправными. То есть вы скорее пессимистично оцениваете, отвечая на этот вопрос, вы скорее пессимистично настроены, вся эта его борьба с карабахским кланом в итоге пользы переговорному процессу не даст. То есть человек совсем... Где-то пессимистично реалистично по поводу этого вопроса, потому что, во всяком случае, оптимизма никакого нет, это точно. Фикарна, буквально у нас просто эфирное время на исходе. Буквально полминуты я хотел бы просто мне интересно узнать ваше мнение, вы об этом сказали, по поводу Роберта Кочаряна, которого арестовывают, освобождают, потом опять арестовывают. Вот сейчас очередной такой цикл, решение САДА есть под залог, он вышел. Залог довольно внушительный, это как минимум для Армении, и это многих удивило. Но я хочу узнать ваше мнение, буквально полминуты, Фикарна. А как вы считаете, то, что вот, ну, понятное дело, что там этот суд, он не такой уж и независимый, да, понятное дело, что власти манипулируют всем этим. То, что его освободили, это говорит о том, что Пашинян пошел на попятную в этом вопросе, Пашинян, вот на него все-таки надавили. Мы же знаем, что за пределами Армении есть определенные силы, которые недовольны тем, что Пашинян пытается посадить Роберта Кочаряна. Говорит ли это нам о том, что вот то, что Роберт Кочаряна сейчас вышел, он больше не сядет? Вот что вы думаете по этому поводу? Буквально полминуты. Ну, прежде всего, я так понимаю, что он вынужден считаться с теми силами, которые поддерживают Роберта Кочаряна. А их немало. И тот факт, что за него, в карте залога, дали, перечислили 4 миллиона долларов, говорит о внушительной поддержке определенных сил, которые пытаются противопоставить Кочаряна Пашинян. Это очень важно. Это и экономические силы внутри, это и политические, финансовые структуры за пределами Армении. Я не исключаю определенные диаспорские круги. Это первое. Второе. Он понимает, что он не в состоянии больше удерживать Кочаряна. И ему просто важно сделать хорошую мину при плохой игре. Как бы отпустить его под залог и потом не возвращаться к этой теме. Тем более, что здесь напрашивается очень интересная аналогия. В 2008 году, когда Роберт Кочарян отдал команду на устранение тех, кто выступал против режима и во время восстания. Ведь Пашинян отсидел два года, если вы помните, и вышел. Вот ровно два года отсидел и Кочарян. Может быть, это как раз та самая месть, тот самый ответный удар Пашиняна по Кочаряну, который он вынашивал все эти годы. Вот у меня создается такое впечатление. Понятно. Поэтому, Фикаряна, большое спасибо, что нашли время. Большое спасибо, что присоединились к нашему эфиру и ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, в этом выпуске передачи Актуально сегодня мы говорили о конституционном кризисе, который разразился в соседней Армении. О том, каким могут быть последствия этого кризиса, мы обсудили с гостем нашего выпуска, политологом, профессором Западно-Каспийского университета Фикарятом Садыхом. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова